Я сегодня хочу слово предоставить главе Витязева. Василий Александрович, вам слово, пожалуйста, на трибуну. Расскажите, как чисто у вас, хорошо там. Вы знаете, какая грязь у вас там на пляжах Витязева, нет? Юрий Поляков потребовал от главы Витязевского сельского округа своевременно информировать управление ЖКХ и другие профильные структуры о проблемах на территории, которые необходимо решать в оперативном порядке. Помимо этого, мониторинговые группы администрации регулярно выявляют в курортном селе нарушения правил торговли, а также оборота алкоголя. Глава курорта поручил городским службам оперативно навести порядок на пляже Витязева. По его словам, начало бархатного сезона не повод расслабляться. Также необходимо заниматься профилактикой пожаров, проводить опашку полей, не допускать образования стихийных свалок. Главы сельских округов должны владеть ситуацией по этим и другим текущим вопросам, которые поднимаются на городских планерных совещаниях. Еще раз переносим на следующую планерку. Всем говорю, любого будем поднимать, не по графику, а любой будет вставать и докладывать, что происходит в сельском округе. Информация с мест необходима в том числе для того, чтобы контролировать развитие территорий. Как рассказала исполняющая обязанности заместителя главы муниципалитета Екатерина Боровская, в станице Гостогаевской необходимо будет расширить пожарное депо, реконструировать участковую больницу, стадион, станцию скорой медицинской помощи. Есть возможность для расширения школы номер 31, а также четыре земельных участка, на которых можно расположить детские сады. Очень сильно и динамично развивается Гостогаевская, Супсевский сельский округ. Поэтому и было такое поручение. Уже сегодня надо думать и резервировать эти участки. И тему эту не спускать, ее держать, доводить. По поручению главы курорта аналогичную работу с генеральным планом проведут во всем муниципалитете. Реализация проектов будет проходить поэтапно. Многое зависит от помощи федерального и краевого бюджетов. Однако уже сейчас необходимо бороться с нелегальными коммерческими услугами, серыми зарплатами работников. Остаются вопросы к частным домам, где принимают отдыхающих. Работа по всем этим направлениям также ведется. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа. Регион.